На днях я прочитал комментарии к одному из моих роликов, это ролик очень простой, там просто рассказываю про один, ну скажем так, не очень обычный случай, произошедший с нами на рыбалке. Мы с другом ездили на рыбалку и встретились с некоторым странным явлением. Таких случаев за прожитую жизнь уже накопилось некоторое количество и кое-что я рассказал на своем канале. И вот в комментарии зритель написал, что подобное тоже происходило с ней и попросил, а может быть открыть новую рубрику на канале, где кто-то мог бы рассказать о подобных происшествиях. Я подумал на эту тему, ну в принципе это было бы очень неплохо, потому что некоторые люди, ну как бы может быть стесняются об этом говорить и считают, что им никто не поверит. Так вот, я предлагаю всем, с кем происходило что-то необычное, на их взгляд, или просто интересное, или стечение обстоятельств, или какие-то события загадочные, непонятные, или вообще просто какое-то безобразие, как вот с нами на рыбалке непонятное. То можете мне об этом рассказать, можно написать по почте, можно записать ролик, непосредственно сами можете рассказать. Можете как угодно ко мне обратиться и я постараюсь это опубликовать и поделиться с многими зрителями. Потому что, судя по всему, это интересует довольно большое количество людей. Так что, кто может записать нечто подобное, записывайте. Кто может просто написать, пишите, я сам озвучу, потом расскажу про это. Если кто-то хочет сделать это анонимно, это я, конечно, гарантирую, совершенно не обязательно это все афишировать. Ну, как бы то ни было, попросил зритель мне такое предложение всем сделать, я его делаю. Если кто хочет, пожалуйста, обращайтесь, это будет на канале опубликовано. Ну, а чтобы было понятно, о чем идет речь, как раз сейчас вспомнилось три небольших случая, которые произошли в лесу. Часто происходят интересные моменты в лесу и вот кое-что хочу рассказать. Первый случай произошел с моим отцом, но у меня нет основания ему не доверять. Это произошло в лесу, который как раз рядом с нашим участком, там хороший сосновый бор. Отец, конечно, его знал вдоль и поперек, ну, там несчетное количество раз собирал грибы и все такое прочее. И вот однажды он пошел в лес за грибами, что делал частенько, любил он это дело. И вот получилось так, что он заблудился. Ну, так иногда бывает, как раз была пасмурная погода, по солнцу трудно ориентироваться. И лес, казалось бы, ну, полностью известен. А вот заблудился и начал немножечко ходить. Непонятно куда. Час ходит, два ходит, три ходит. Потом встретил одного грибника, который тоже заблудился. Вот они вдвоем начали уже ходить. Потом еще встретили третьего, четвертого, потом еще двоих, по-моему. Короче, их собралось человек шесть-семь. И вот такая ситуация. Дело в том, что по краю леса, ну, там недалеко, в сущности, от края леса, относительно недалеко проходит железнодорожное полотно и часто ходят поезда. Ну, они, естественно, шумят, естественно, там гудки раздаются и так далее. Казалось бы, чего проще? Иди на этот звук туда и выйдешь из леса. Как раз это с той стороны, где вход в лес. И вот и отец так поступал. И когда он был не один, вот они слышат отчетливо звук поезда. Там гудок и так далее. Ну, понятно, в какой стороне. Один может перепутать, двое, ну, никак. Шесть человек, это семь, это вообще перепутать невозможно. И вот они все дружно идут туда. Идут, идут и упираются в болото или еще куда-то там. Ну, видно, что явно не то. И так вот несколько раз. Ходили они, ходили. Ходили часов, по-моему, шесть. Весь день они проходили. И потом неожиданно уже, ну, не то чтобы отчаялись, конечно, никто паниковать не стал. Уж не те места у нас, чтобы тут какие-то проблемы были. И вот, в конце концов, они неожиданно для себя вышли в деревню. И вышли практически, ну, я не знаю, откуда они и, можно сказать, что заходили в лес. То есть все оказались с нашего садоводства. Ну, или с соседних, там тоже грибники. То есть там других и не ходит никто. Ну, мы с отцом много говорили на эту тему. Я тоже в этом лесу однажды немножечко заблудился. И вот он рассказывал это с юмором всегда. Ну, конечно, ничего здесь такого нет. Ну, вообще, очень странно. А если учесть, что им пришлось ходить несколько часов, то уж не так и весело. Вот такой был случай. Второй случай произошел с двумя моими близкими друзьями. Тоже в том же самом лесу. Уж не помню, то ли на рыбалку они пошли. То ли еще по каким-то там делам в лес. Ну, пошли и пошли. Меня там не было, я с ними не пошел. И вот они дошли до реки. Там протекает в лесу речка Барнаулка. Ну, такая небольшая речка. Ее, ну, можно перейти вброд. Ну, или в плавь там, когда много воды. Никаких проблем нет. И вот они разделились. Один перешел на другую сторону. Или переплыл. Я уже сейчас не знаю. Давно это было. И они идут вдоль речки в одну сторону. Ну, допустим, протитечение. Я сейчас уж не помню, куда они идут. А речка в этом месте. Забегая вперед, скажу. Она была довольно прямо. То есть не текла извилинами. Потому что это, может, как-то бы объяснила ситуация. Как раз в этом месте она более или менее текла ровно. Никаких сильно таких вот мощных извилин не было у этой реки. И вот они идут. Ну, и перекликаются. Потому что, ну, это недалеко. Там ау, там ау, ау, ау. Ну, естественно, идут, как положено, перекликаются. Поворачиваются. Человек к реке кричит. Ау, там. Ему отвечает другой оттуда. Да, ау, там. Идем дальше. Типа и так далее. И вот в один прекрасный момент, уж не помню, кто из них. Кто же так крикнул ау. А ему в ответ из-за спины голос его друга. Ау. Он как поворачивается. Вот река. Откуда из-за спины, может быть, это, в общем-то. И так далее. Не понятно. Ну, еще так покричал, покричал. И несколько раз отозвалось вот это ау. А потом вообще никакого ау. Сколько он ни кричал, ни ответа, ни привета. Постоял он, постоял. Это как раз был мой друг, который был на стороне реки, которая со стороны, ну, откуда они пришли с участка. То есть, где заходили в лес. Ну, он подождал, подождал. Ну, делать нечего. Пошел назад. Ну, может, думал, как-то кто-то там, я не знаю, перебрался через реку и сзади там кричал. И ушел. Вернулся, пришел никого. То есть, никто не пришел. То есть, и прошло еще несколько часов. И только после этого вернулся второй путешественник. Ну, и вот здесь тоже с такими вопросами. Ты куда делся вроде бы? Я там тебе кричал, 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 кричал. И несколько часов он ходил. И вот такая ситуация. И вот, когда начали разбираться, почему прекратилось вот это вот у них сообщение. И тем более непонятно. То есть, второй вот этот участник этой экспедиции, можно сказать, что он перешел назад через реку и оказался сзади только через несколько часов. То есть, когда сзади вот первого участника отзывалось Ау за спиной, не со стороны реки, а со стороны, ну, как бы входа в лес. Ау ему кто-то кричал. Конечно, это не делал его друг. И больше того, он и не переходил реку, и перешел только, ну, часа через два, через три ее. То есть, никак он не мог там оказаться. Ну, может быть, сумбурно немного рассказываю. Ну, вот такая вот интересная история. Потом это рассказали мне, конечно. Мы втроем там сидели, смеялись. Думали, кто-то кого-то разыгрывает. Ну, все-таки, ну, допустим, вот какая может быть ситуация. Ну, кричат Ау, один взял, который уже перешел в реку. Вернулся назад, переплыл, забежал как бы за спину. И покричал Ау, потом убежал обратно. Снова переплыл, и дальше потом они разошлись и так далее. Типа разыграл. Ну, уж мы как разговаривали. Ну, все-таки мы довольно близкие друзья. Ну, потом уже, когда дошло до серьезных разговоров, он говорит, нет, ничего такого не было. То есть, почему вот это прекратилось? И тот, кто ушел за реку, он тоже говорит, все равно он должен был слышать, ну, еще несколько криков Ау. Ну, тоже говорит, раз, и все прекратилось. Никто ничего не слышал. Ну, он единственное, что решил не возвращаться, пошел дальше, там еще ходил где-то там. Не заблудился, вернулся, потому что там блудить негде. Вроде бы особенно. И вот такая вот интересная история. Кто кричал Ау с противоположной стороны, голосом друга, непонятно. Мелочь, но необъяснимая. Я почему-то верю этим людям, знаю очень хорошо. Ну, можно пошутить какое-то время, но потом все равно же можно рассказать. Прошло уже, я не знаю, ни один десяток лет с тех пор уже. Сейчас уже как бы все ясно. Ну, а третий случай. Это рассказала мне в интернете одна моя знакомая. Случай, ну, трудно рассказывать чужих слов. Ну, скажу очень коротко. Тоже пошла она в лес. Тоже лес очень знакомый, никаких проблем там. За ягоды или за чем-то, за грибами, не знаю, не важно. Ну, пошла, походила, по тропке пошла, чтобы далеко там куда-то не уходить. Потом немного отошла от тропки и там собрала грибы или ягоды. И на тропочку снова выходить и назад. И вот назад пора уже идти, а тропку найти не может. Вот она там ходила-ходила, ну, лес тоже насквозь знакомый. Уж и так пройдет, и так пройдет. Но нету тропки. Но идти напрямик как-то она не хотела. Или там что, я сейчас не знаю. Ну, факт то, что очень долго она искала эту тропку. И самое интересное, что она ее нашла. Вот она тропка. Но тропка выглядела очень странно. Как будто этой тропкой несколько лет никто не ходил. То есть она заросшая, там травой уже, кустарником каким-то мелким. Но все-таки тропка была. И она пошла по этой тропке и вышла из леса. Именно туда, куда надо было. То есть где была тропка вот хоженая, а после того, как она вышла из леса, эта тропка оказалась нехоженая. Очень странно. Вот она рассказала, ну, тут никакого смысла ни врать, ничего-то здесь для этого человека нет. Я тоже почему-то верю. Вот такие вот странные вещи. И самое-то интересное. Вот начнешь откровенно с кем-то говорить. Кто-нибудь, да, обязательно что-нибудь подобное испытал. Обязательно. У каждого есть. Просто далеко не все решаются это рассказать. Так что все-таки, если кто захочет, пожалуйста, давайте поделимся друг с другом. Ну, а в конце пожелаю всем здоровья и всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok